Друзья, вчера прошел мой день рождения, я возвращаюсь в строй, выгляжу я, ладно уж, вот так, чуть Ксюша, чуть Ксюша бухала, вот, значит, смотрите, я сейчас своей комнатой любуюсь, мне вот, вот нравится, когда вот, 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 вот так, я прям все это очень люблю, хотела вам похвалиться, значит, из вчера, во-первых, гости вместе с Андрюшей мероприятие вел Андрей Салтыков, собственно, его музыку вы слышите в начале видео, да, все знают, кто такой Андрей Салтыков, и, значит, они написали песню, мне вчера, и было очень приятно, Андрей ее исполнял, было очень круто, и был конкурс, когда рисовали мое будущее, значит, и, ну, потом эти проекты защищали, это я, то есть, посмотрите, какая у меня талия, но сразу видно, что я хожу на фитнес, потому что бицуха у меня, конечно, очень-очень крутая, и, видимо, я на лазерную эпиляцию стала ходить, что, значит, супруг меня поддерживает, у нас много денег, потому что у Илюхи много денег, замок, это типа АЭФ, это ангелофрения, новая тачка, 10 миллионов подписчиков, почему-то изумрудную кнопку мне тут нарисовали, это Вероника подписала своей рукой, да, видите, букву В тренировала, она все время забывает, в какую сторону В, вот, значит, что еще было, Оскар, путешествие, это типа сегодня Франция, завтра Египет, вот, и, значит, бассейн с уточкой, вот такой у меня был рисунок, сейчас, секунду, тут более предметно, если машина, то вот, Бэха, тоже, значит, путешествие во Францию, это, знаете, это, по-моему, Зарема рисовала, и она говорит, я не уверена, что я красиво нарисовала Эйфелеву башню, и поэтому я уточнила, то есть флагом, и, короче, уточнила, как могла, значит, здесь мне золотую маску театральную, Оскар, разумеется, значит, афиши, и чтобы на них была я, семья, тоже путешествие Мальдивы и так далее, домик в деревне с огромной кучей детей, сомнительное удовольствие, лошадь, когда спросила, а почему лошадь, я сказала, ну ты же, типа, хочешь покататься на лошади, я такая, ну, ну да, в целом, да, корова, вот так, не задавайте вопросов, Египет, деньги и тоже золотая кнопочка ютубовская, вот так, и, знаете, так хочется, чтобы все сбывалось, если сбудется вот все вот это, я даже на корову согласна, вот, если вот это все сбудется, я хотела показать вам свои обновки, значит, моя парфюмерная коллекция, кстати, напишите, если хотите, видео о моих парфюмах, ну, такое нормальное, с пирамидами там совсем, значит, я себе, хотите, напишите, не хотите, не будем даже заморачиваться, итак, от Moschino, нет фокуса почему-то, ну, и ладно, аромат называется So Real, который мне не открывается, вот так это выглядит, значит, смотрите, как-то так получилось, мне пришлось даже за ним идти в Ривгош, да что такое, прям нет фокуса, вот, мне пришлось за ним идти в Ривгош, просто переступить через себя, и в наборе этот аромат стоил дешевле, чем его купить, вот, собственно, один флакон, здесь крем для тела на типо лосьон и, собственно, аромат. Упаковка очень классическая для Moschino, и мне в подарок, совершенно неожиданно, в таком мешочке, в котором я буду сменку в театр возить, потому что он такой хороший, затягивается на шнурочек, не пропадать же такому добру. В таком мешочке была косметичка, это, честно вам признаюсь, самая странная косметичка, которая была у меня за всю жизнь, потому что у нее короткий ремешок, если вы его защелкиваете, косметичка, ну, становится такая какая-то сжамканная, короче, мне непонятно, как это работает, ну, как бы, спасибо, неожиданно приятно. И еще я вчера ходила в Lush. Lush – это, кстати, один из брендов, обзор на который у меня просят постоянно. И я могу понять, потому что продукция в Lush достаточно дорогая, и прогадать не хочется. Скажу вам сразу, в Lush, как по мне, половина продукции, но я не говорю там о бомбочках для вас, что такое, воняет ужасно. Вот я прям не могу, мне когда дают потестировать что-то, я прям мучаюсь. Я ходила за вот этим скрабом для губ, и буквально за вчера этот скраб меня спас. Это с ароматом bubble gum, приятненький, химозненький, пахнет жвачкой. Есть еще шоколадно-медовый, ну, там был, когда я была, мне он вообще не понравился. И вообще аромат меда, ну, так, к нему скептически, он должен быть очень хорошим, как и аромат розы, например. Бывает кислятина, как будто розовые лепестки забродили, да, а бывает роза, которая прям вау, роза. Значит, вот такой скраб для губ я купила. Это маску FOMO. Это маска, которая подходит для комбинированной кожи. Она и увлажняет, но они все на увлажняющей базе у них. Но это еще и снимает воспаление. Я просила такую, потому что у меня от плотного тона, периодически там всякое такое бывает. И это маска желе. То есть я ее, наверное, сейчас... Ну, да, одну руку сейчас. Это того стоит. О, что-то посыпались куски какие-то. Ну, вот так вот это и выглядит. Значит, смотрите. Маска. Видите, она упругая. То есть желирующий какой-то объект. И они разрезают прям в магазине эту масочку и набирают. Мне понравилось. Держать ее нужно всего 5-7 минут. Это хорошо. Чем быстрее для меня, тем лучше. И мне дали два пробника. Одним я уже воспал... И мне дали два пробника. Одним я уже воспользовалась. Вот такой маской Амазонка. Она классно снимает воспаление. Мне очень понравилась. Она противовоспалительная у них идет. Обалденная маска. И я ее использовала один раз. Мне еще там смело на один раз точно хватит. Овсяная маска. Она такая масляная и очень питательная. Потому что я пришла с запросом о том, что кожа на лице у меня там сейчас из-за того, что я пытаюсь ее вытянуть из воспалительного периода. Я ее, конечно, подсушиваю. Всякие там цинки и прочее, что, конечно, на кожу влияет. И мне вот дали попробовать вот такую масочку. Ее здесь тоже, кстати, достаточно много. И она говорит, давайте я вам дам какой-нибудь шампунь. Я говорю, ну если вы настаиваете, давайте. И она мне дал шампунь реабилитации. Я его еще не пробовала. Попробую его сегодня. Она за него ручалась головой. Вот прям интересно, что из этого получится. Я вам показываю свои обновки для того, чтобы если вам... Это не обзор ни в коей мере, да? Но если вам захочется узнать мое мнение, напишите, напомните мне, чтобы эти продукты как-то попали там в пустые банки. Чтобы я их просто не выкинула по зоопарке и так далее. Кстати, очень важный момент. У ЛАЖ есть система переработки банок. То есть вот такие банки, пластиковые, чистые. Пять таких банок приносите чистых в магазин. И вам меняют на одну свежую маску. И они банки там перерабатывают. То есть у них такое эко-производство. И вот эти пакеты у них тоже там все биоразлагаемые. Мне это нравится. У ЛАЖ, вот эта политика, как по мне, заслуживает уважения. И я не могу не показать эту красоту. И смотрите, как перекликаются. Мне подписчица прислала посылку. Я не могла вам не похвалиться вот этой вот красотой. И смотрите, здесь фламинго. И у меня фламинго. Вот мы, значит, с подписчиками на одной фламинговой волне. Сейчас буду открывать и вам тоже покажу. Вот. А на компьютере у меня сумерки. Я не помню, какая это из миллиарда частей. Но очень хорошая вот эта часть. Она мне прям доставляет определенное эстетическое удовольствие. Ребят, посмотрите, какая красота. Как все нежно. Я обожаю вот эти оттенки лавандовые. Это очень нежно. И тут для меня написаны добрые слова. И все ваши открытки, все ваши письма, все, что написано от руки, я храню. У меня есть коробка, куда я складываю именно вот, ну, рукописное что-то. Потому что это имеет очень большое значение. Это энергетика живая. Да. И мне, посмотрите, вот это называется диверсия. Мне прислали огромное количество конфет ульяновских. Я такие не пробовала. Я даже не видела никакие, никогда такие. Как называются? Волжские просторы. Просторы. И это, по-моему, трюфель. Написано неизвестно, там, типа, ешь ли ты конфеты. А-а-а, боже, они в вафельной крошке. Я обожаю конфеты в вафельной крошке. Знаете, есть родные просторы. Когда мне давали такие конфеты для того, чтобы я их учительнице отнесла, подарила, я все конфеты в вафельной крошке съедала сама с подружками. Мы закусывали крепкие алкогольные напитки. А-а-а, видел бы мой тренер, убила бы меня. Вот, но я обязательно съем. Я сейчас себе сделаю кофе, я съем одну конфетку. Уж больно, они замечательно выглядят. И-и-и, я просто смотрю, и я боюсь прикасаться. Посмотрите, я еще даже не разбирала. Просто, а-а-а, боже мой, это вот, вот, что, ну, энергетика в чистом виде. А, это зайка! Девочка-зайка! Слушайте, ну, у меня Вероника и так избалованный ребенок. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите. Сейчас я, конечно, сниму с нее лишнее. Боже мой, как же мы тебя назовем, малышка? Какая прелесть. И мне нравится, что фатиновая юбка похожа на пачку балетную. У меня Вероника сейчас фанатеет по балеринам. Я ей даже купила две пижамы с балеринами, потому что сейчас у нас идея стать балериной последней. Посмотрите, какая прелесть. Я надеюсь, это не настоящие волосы, я боюсь. Блин, какая прелесть. Так, у нее двигаются, ну, у нее двигаются ноги, ее можно посадить. Ну, вот скажите, как вот я могу отдать это Веронике? Вот как? Я себе оставлю. Ну, хотя бы поддержать точно, да? Спасибо большое за такую красоту. Аня, ты меня очень порадовала. Супер. Аня делает таких куколок. И я оставлю ссылку на Ани на Инстаграм. Она меня об этом не просила. Ну, как бы, и что? А я оставлю, потому что... Ну, посмотрите, какая это прелесть. У нее даже подошва рельефная на обуви. Это же вообще прелесть. Мне кажется, если бы в моем детстве были такие игрушки, я выросла бы другим человеком. Возможно, не таким психованным и с большей тягой к прекрасным. Ну, мне так кажется. Это просто... Ну, ребят, вы просто... Вас нет рядом, вы не держите эту прелесть в руках. Это восторг. Я решила появиться в кадре, иначе, ну, совсем странный влог получается. Уже вечер я занимаюсь сверхинтересным делом. Сейчас все вам покажу. Дело в том, что завтра в садике у нас ярмарка. Это такое мероприятие, где все могут продавать все, что угодно. Обычно хозяйки пекут, продают свои какие-то соленья, консервацию, что-то такое. Можно продавать... Вообще все, что угодно. Можно продавать, дело ваше. С одной стороны, ну, вот так, по большому счету, все занятые люди, идиотизм, да? Но, с другой стороны, ну, очень мало событий в жизни. И ладно, ну, вот, когда еще есть возможность там уделять время ребенку. А если этой возможности нет, то, ну, вот эти ярмарки, это не так уж и плохо. Тем более, проходит она раз в год. Чем я занимаюсь? Дело в том, что выяснилось, что я не хозяйка и не пеку, и продавать мне нечего. И, ну, я вызвалась от нашего родительского комитета быть, ну, короче, продавцом. Надо что-то продавать. Понятно, что другие родители тоже что-то принесут, но надо вносить какую-то свою лепту, хочется поучаствовать. Что я придумала? Голь на выдумке гитра. Сейчас, секунду, я разверну камеру. Я решила, что у нас будет беспроигрышная лотерея. Значит, это ящик, в котором я дарила маме цветы. Ящик у нее я потом забрала обратно. Это весь декор, который связан с осенью. У меня больше ничего нет. У меня вот этих листиков, кстати, классные фикс-прайсовские листики. У меня больше ничего нет. Это будет символизировать осень. Призы. Я делаю сейчас нумерацию на призах. Ну, везде наклеиваю скотчем. Потом сделаю сами эти, как, ну, типа лотерейных билетиков, что ли. И, наверное, их сложу вот сюда. Хотела красивую стеклянную банку, но я боюсь в детский сад, где дети, где все шалят. Я боюсь тащить стекло. Поэтому не хочу рисковать. Как я их сверну, я еще не придумала. Сейчас буду думать. Кстати, я смотрю 50 оттенков серого. Что со мной происходит вообще? Ха! У меня муж командировки уже две недели, поэтому... Да, я смотрю 50 оттенков серого. Итак, это, не поверите, мой зазывный плакат. Все, что я смогла придумать, распечатала. Да, это не очень живописно. Я думаю, что я приколю это на иголочке или на скотч к скатерти. Скатерть тоже моя. Я беру с собой. Тоже она не яркая. Ну, и ничего страшного. Ну, да бог с ним. Беру с собой два разноса для того, чтобы... Ну, просто обычно забывают у нас... Я уже не в первой ярмарке участвую. В какой? В третьей, получается? Во второй? Во второй? Нет, третий. Это будет третья. Забывают, то есть, приносят, допустим, в пакете пирожки на продажу, но забывают, что их куда-то нужно выкладывать. Поэтому я взяла с собой разносы. Взяла, на всякий случай, влажные салфетки. Взяла пакетики для упаковки покупок наших покупателей. Господи, масло масляное. Я взяла с собой салфетки. И на всякий случай, я не знаю, может, это, конечно, глупость, но там розеток не будет. И я взяла, ну, вот такую штучку. Думаю, вдруг пригодится. Будем там, не знаю, украшать наш стол с товарами, заманивать людей. Я еще не придумала, как это разместить. Самое интересное, что, по прогнозу, долбанный дождь завтра весь день. Я не знаю, я как бы готовлюсь в любом случае. Вот, ну, обещают дождь. Ну, посмотрим. Короче, это, понятное дело, не все призы. Я просто, у меня все еще впереди. У меня еще, вон, сколько. Вот, но я решила запечатлеть вам процесс. Я это рассказываю для того, чтобы, когда у вас будут ярмарки... Слушайте, не выключилось. Ярмарки в школах, там, в детских садах. Чтобы вы могли брать на заметку. Я не знаю, зайдет ли эта история. То есть, завтра я сделаю опять включение. И расскажу, зашла эта вообще история или не зашла. Вполне возможно, что это полный провал. Никому это не будет интересно. Я только вернулась с ярмарки. Купила... Сейчас покажу. У меня полный холодильник зелени, во-первых. Люди выращивают на своем огороде. Я купила повидло. Баночку. Я купила вот такие штуки. Это язычки слоеные. Мы там, в Веронике, какие-то кей-попсы купили. Ну, это все мелочи. Что еще было куплено? Вот такие орешки были куплены. Короче, много важного. Ребята, моя лотерея очень зашла. Вплоть до того, что мамочки из нашей группы говорили, все, в следующем году делаем просто большую лотерею. Всем очень понравилось. То есть, на ярмарке очень много хлеба. Но очень мало зрелища, мало развлечений. Я думаю, я к следующему году что-нибудь придумаю. Такое. Завлекалочку. Лишь бы у меня был настрой на это все положительный. Все классно. Я встретила подписчицу. Всегда. Когда я выгляжу прям плохо. Ну, вот как сейчас. Я вот такая и пришла с ярмарки. Всегда я встречаю подписчиков. Это прям закон. Ну, мне опять сказали много добрых слов. Спасибо вам, Люба. Мне было очень приятно. Вот так. Все-таки ярмарка это весело. Это весело. А еще я купила вязанный комплект. Шапочку. И я не знаю, что это за деталь одежды. Клянусь вам. Ну, какую-то еще деталь одежды. В виде, ну, расцветкой под... Сейчас скажу. Жирафа. Подарю подружке. Мне недавно подружка родила. Подарю подружке. Вот так. Такая у нас вышла ярмарка. Я забыла кокошник. Хотела в кокошник идти. И забыла его. Всем спасибо. Спасибо за просмотр этого влога. Люблю вас безмерно. Ставьте лайки. Давайте будем побеждать YouTube. Ну, сколько можно.